У нас сегодня второй семинар по временным рядам, второй последний, то есть мы уже в прошлый раз говорили про временные ряды, если вы помните, мы с вами тогда рассматривали какие-то простые модели. Вот, кто-то подключился. Здравствуйте. Привет. Спасибо, что подключился. Я, к сожалению, сегодня не на все занятия, только до половины. Ну, хорошо. Ну, хотя бы так. Да, давайте начнем тогда заново. Еще раз всем привет. У нас есть хотя бы один слушатель онлайн, остальные, я надеюсь, послушат в записи. Как я уже сказал, мы сегодня еще раз говорим про временные ряды. Это наш второй семинар и последний по временным рядам. В прошлый раз мы разбирали какие-то очень простые модели, типа линейная модель. И да, там что-то было про Arimo. Ну, Arimo показала себя все-таки хуже, чем простая модель. Также мы с вами поговорили про декомпозицию временных рядов на три компоненты, на тренд, сезонность и остатки. При этом в прошлый раз, когда мы рассматривали линейную модель, например, она была, ну, вот как обычная модель регрессии, к которой мы привыкли в машинном обучении. Она принимала на вход время, да, и просто делала прогноз в виде какой-то там прямой линии. При этом никаких там оценок статистичных, ну, в смысле оценок погрешности или там доверительных интервалов не было. А на лекции на прошлой неделе вам как раз рассказывали, а как можно вот такие модели модернизировать, чтобы они еще предсказывали неопределенность. То есть говорили не только прогноз значения ряда, но еще и погрешность этого прогноза. Это бывает очень полезно, особенно когда вам нужно учитывать, рассчитывать какие-то риски. связанные с этим прогнозом. Так, давайте сразу перейдем к семинару. Значит, семинар уже есть в репозитории курса. Семинар номер 8. Там есть две тетрадки, solution и task. Мы рассмотрим с вами solution, потому что у вас подключается слишком мало онлайн, чтобы еще как-то тратить время на задание. Если вам будет интересно, то самостоятельно сможете порешать задачки. Поэтому сразу solution открываем. У меня уже все открыто, было запущено. Мы сегодня рассмотрим с вами три разных библиотеки готовых для анализа временных рядов. Всех их нужно будет здесь оставить. Они у меня уже все поставлены. У вас это тоже заработает, просто что имейте в виду, может быть, несколько раз, там, три раза вы будете ставить в библиотеку. Три раза вам нужно будет, наверное, перезапустить. После каждой установки вам нужно будет перезапускать тетрадочку, чтобы вот эти установленные библиотеки новые подтянулись. Иначе могут выпадать ошибки. Ну, погнали. Давайте я вот делаю перезапуск. Чтобы посмотрели. И сразу погнали. Первая библиотека, с которой мы познакомимся, это Orbit. Если я правильно помню, то ее разработчики – это компания Uber. То есть кто-то… А, да, вот Uber у них прямо в GitHub. Это обычная библиотечка для прогноза временных рядов. Вот так она ставится. Pip-install.orbit.ml. У меня уже все поставлено. Да. Значит, кратко про что это библиотека. Там нет никаких нейронных сетей, там нет никаких, не знаю, градиентных бустингов на деревьях, ничего такого. Там такие классические, но байесовские модели для прогноза временных рядов. Они делают прогноз только одномерных временных рядов, да, то есть подразумевается, что за раз вы делаете прогноз для одного ряда. Как мы уже обсуждали на прошлом семинаре, это покрывает там 90% всех практических применений, которые реально возникают в компании. Поэтому, в принципе, это вот достаточно в большинстве случаев. Преимущество в том, что это простая моделька. Понятно, как работает. Работает, кстати, очень хорошо. Мы сегодня сравним несколько моделек по метрикам качества, и вы сами об этом убедитесь. Первое, что мы сделаем, мы загрузим какой-нибудь датасет, который мы будем предсказывать. Мы возьмем пример из этой же библиотеки, Orbit Utils Dataset. Что он содержит? Он в себя содержит ежедневные первоначальные заявки на пособия по безработице в США по нескольким запросам из Google Trends с 2010 по 2018 годы. То есть, условно, это несколько временных рядов. Мы будем предсказывать один из них. Вот, давайте загрузим, посмотрим, как выглядит этот датасет. Выглядит вот таким вот образом. Есть колонка со временем, есть несколько временных рядов. Мы будем предсказывать с вами вот этот второй столбик, claims. А в качестве каких-то дополнительных фич для прогноза мы еще, может быть, будем использовать значения других колонок. Ну, в некоторых моделях будем, в некоторых нет. Вот. Ну, давайте построим графики всех колонок для того, чтобы посмотреть, как эти данные выглядят визуально. Значит, вот, claims выглядит вот так. То есть, что мы видим? Во-первых, это падающий тренд, при этом кажется, что линейный. Есть определенная сезонность, годовая при этом. Мы видим, что амплитуда, ну, например, константа, да, то есть это, скорее всего, аддитивная модель. То есть, когда мы можем разложить этот ряд на сумму трех компонентов, как в прошлый раз рассматривали. И вот этот ряд мы будем пересказывать. Так, и остальные ряды, там, тренд, анемплой, вот такой вот интересный ряд. Мы видим, что в 2015 году что-то произошло, то есть такая точка разладки, когда произошло прям вот резкое скачкообразное изменение. Что там происходило, мы не знаем. Можно, наверное, покопаться в новостях, что-нибудь откроется. Второй тренд-филинг. Ну, вот такой ряд, тоже какой-то тренд, нелинейный, есть сезонность. Тренд-джоп. СП-500. Ну, СП-500 – это вообще какой-то там фондовый какой-то индекс. Ну, видим, сезонности какой-то явно нет. Есть какой-то тренд. Похож на линейный, но не совсем. Викс, викс, я, к сожалению, не помню, что это такое. Ну, что-то там. Не суть. Вот, вот это мы будем пересказывать. Будем пересказывать клеймс по… Будем пересказывать клеймс с разными опциями. Для начала разделим на трейн и тест. В качестве теста мы возьмем два последних года, а все, что было раньше, мы возьмем для трейна. То есть, обратите внимание, здесь мы делим не рандомно, как это мы делаем, там, в задаче классификации либо в задаче обычной регрессии в машинном обучении, а нужно делить уже по времени. Ну, так часто. Иначе вам модель будет нечастная. И первая модель, которую мы с вами рассмотрим, она называется DLT, либо Adapted Local Trend. Эта моделька – одна из таких классических в анализе временных рядов. К сожалению, там, в машинном обучении ее вам не рассказывают, ну, именно эту модельку. Но на самом деле она достаточно простая. То есть, если вы, там, знакомы с линейной регрессией, а вы все знакомы, то понять эту модельку не будет, не составит для вас большого труда. Да, вот здесь у вас в тетрадке прям приведено какое-то краткое изложение этой модели. Подробнее вы можете найти вот в документации этой библиотечки по вот этой ссылке. Там все те же формулы, может быть, чуть с большим пояснением, ну, и на английском языке. Если этого будет недостаточно, вы всегда можете попробовать загуглить название этой модели и где-нибудь найдете в учебнике более подробно. Ну, идейно очень просто. Вот Y – это то, что мы с вами будем пересказывать. Мы говорим, да, ну, как мы моделируем Y, как мы моделируем наш временной ряд. Вот вы видели, да, вот с графика, который мы видели, мы знаем, что там есть какой-то линейный тренд, там есть сезонность. Вот. Ну, соответственно, давайте попробуем пересказать отдельно тренд, отдельно сезонность, а потом это все сложить. Вот, собственно, здесь это все и есть. Вот Mu – это и есть наш тренд. Эта компонента отвечает за тренд. А S – это компоненты, которые отвечают за сезонность. R – это так называемый регрессор модели. Это как раз какие-то дополнительные фичи. Да, то есть вот Mu и S – это как бы зависимости от времени либо от предыдущих значений самого ряда. А R – это дополнительные признаки, дополнительные фичи. И есть какой-то шум с каким-то распределением. Ну, как правило, берут распределение студента. Ну, либо можно нормальное распределение взять. Именно вот этот вот шум с его вот этим вот распределением каким-то там с перси сигма, который является гиперпараметром, именно вот эта компонента отвечает за байсовский прогноз. То есть именно благодаря наличию вот этой компонента мы сможем с вами построить доверительные интервалы. На самом деле вы уже сталкивались с этим приемом. Если вы вспомните вариационные автокодировщики, то вы вспомните, что мы там у кодировщика просили пересказывать среднее значение и сигму. А потом, зная среднее значение и сигму, мы подставляли эти значения в формулу нормального распределения и оттуда сэмплировали случайные объекты. И получали прям в качестве прогноза, получали целое облако прогнозов, по которым можно было там считать всякие статистики. Вот точно так же делается и здесь. Только здесь все модели линейные. Никаких нейронок здесь нет. Да, если есть какие-то вопросы, то вы сразу задавайте. Постараюсь объяснить. Как-то по-другому, может быть, чтобы было понятнее. А все остальные формулы – это просто то, как мы строим модели для каждой из этих компонентов. Вот. Да. Ну, если кратко, то на самом деле все вот эти вот компоненты, они, ну, это как бы экспоненциальное сглаживание. То есть мы, ну, как бы проще показать. Ну, не знаю, ну, вот, например, тренд, да, вот mu. G – это какой-то детерминистический тренд, то есть это какая-то зависимость от времени. Как правило, это линейная какая-то функция. L – это сглаживание значения временного ряда. То есть это вот как раз вот это вот экспоненциальное сглаживание фактически. рассчитывается оно вот так. То есть мы берем наблюдение, как бы текущее наблюдение временного ряда, отнимаем от него все вот эти вот компоненты ненужные, домножаем на какой-то коэффициент сглаживания, ρL. Потом берем предыдущее значение L, то есть предыдущее значение сглаженного ряда, прибавляем к нему вот этот вот линейный тренд, да, да, вот тренд временного ряда. То есть, ну, какой-то наклон с каким-то коэффициентом. И домножаем вот это все на один минус ρL. То есть получается такое экспоненциальное сглаживание вот этой компоненты L. На английском она еще называется level. Вот. То есть, ну, такое сложное экспоненциальное сглаживание, да. Так, вот это оно, а это тренд, как я уже сказал, то есть мы берем предыдущее значение, ну, то есть наклон с каким-то коэффициентом. Все, и получаем, как бы, новое значение для текущего значения. То есть мы, как бы, для того, чтобы сделать прогноз на текущий момент времени, мы берем значение с предыдущего момента времени и просто как-то их обновляем с помощью сглаживания. Ну, вот идея очень простая. Я очень надеюсь, что вы помните что-то, что вам рассказывали на лекции. Не хотелось бы сейчас повторять вот это все, потому что мы тогда ничего не успеем. Ну, то есть я единственное, что хочу, чтобы вы понимали, что здесь нету, там, ну, то есть это немножечко отличается от того, к чему вы привыкли. Это не просто там какая-то линейная модель, это все-таки модель сглаживания, где есть там чуть-чуть гиперпараметров, которые оптимизируются в процессе обучения. Все, давайте я сейчас пока запущу эту модельку, посмотрим, как она работает. Значит, как мы ее запускаем? Для начала мы ее импортируем, orbit.models.dlt. В конструкторе мы должны задать несколько параметров. Во-первых, мы должны указать колонку, ту колонку, которую мы хотим предсказывать. Потом мы должны указать колонку, которая содержит время. Это виг. То есть нам даже не сами колонки нужно передавать, а просто нужно указать их название. Регрессоры – это как раз вот те дополнительные временные ряды, которые мы будем использовать как дополнительные зависимости. Кстати говоря, вот они. Вот они учитываются вот прям вот как линейная модель, вот этот вот компонент R. И указываем сезонность, чтобы правильно посчиталась сезонная компонент. У нас годовая сезонность, поэтому сезонность 52 недели. Все. Дальше вызываем метод fit, передаем нашу табличку с трейновыми данными. Модель сама подгрузит нужные колонки, сама все обучит. Видите, здесь даже нет никаких learning rate, никаких оптимизаторов. Все делается само, там простой алгоритм, там все очень просто. Гораздо проще, чем для нейронок. Дальше мы вызываем predict на тесте. Тестовая колонка, она содержит в себе только колонку со временем и значение вот этих вот колонок, дополнительных, которые мы используем. Все. И просто записывается туда claims. Вот так выглядит прогноз. То есть фиг, сам прогноз и доверитель интервалы. То есть 5% персентиль и 95% персентиль, то есть нижний и верхний. Как мы это строим? Здесь есть уже функция, в самой библиотеке есть функция для отрисовки. Plot predicted data. На вход мы должны дать ей трейновый датасет, чтобы посмотреть, на чем обучалась. С прогнозируемый, табличку с прогнозом, чтобы посмотреть, что получилось. И, собственно, наши данные, указать нужные колонки, чтобы все правильно отрисовалось. В результате мы получим вот такой графичек. Черные точки – это то, на чем мы обучались. Желтые точки – это то, что у нас тестовые выборки. Синенькая – это наш прогноз, среднее значение прогноза. А вот эти вот голубые регионы – это как раз доверительный интервал. То есть от 5 до 95% персентилей. Вот такой получается прогноз. При этом, несмотря на то, что модель на самом деле сама по себе – это просто сглаживание экспоненциальное, и там всего, не знаю, 3-4 параметра, которые нужно обучать, мы видим, что уловила все, что нужно. И тренд словила, и сезонность правильную словила. Ну, то есть очень хороший прогноз получается. Давайте теперь посчитаем метрики качества. Мы будем использовать стандартные метрики качества для регрессии. То есть RMS-E, MAE – это то, что вы, скорее всего, знаете. Relative squared error and relative absolute error – это то, что вы, может быть, уже забыли. То есть это то же самое, что root squared error и min absolute error, но еще деленное на, соответственно, на дисперсию и на медиану получается. Эти метрики крутые в том плане, когда вы не знаете масштаб своего временного ряда или он там где-то около нулей. В этом плане метрики ведут себя стабильнее и более информативно. MAPE – процентная ошибка, относительная ошибка, очень хорошо интерпретируется. Ну, и RMS-E для логарифмов. Ну, в общем, нету строгого понимания, какая из них лучше, поэтому фигачим все сразу, там потом выберем. У нас есть просто какая-то дополнительная функция, которая будет все считать. Ну, давайте просто посчитаем. И вот для нашей модельки мы получили вот такие метрики качества. Ну, вот, например, MAPE – хорошо смотреть. Мы видим, что там погрешность в 0,4%. Много это или мало – непонятно, но будем считать, что, наверное, хорошо. В качестве задания вам предлагалось воспользоваться другой моделькой из той же библиотеки, которая называется Local Global Trend. Она работает примерно точно так же, как и DLT, с некоторыми отличиями. Давайте просто запустим, да, просто запустим и посмотрим. А можно вопрос? Да. А вот вы говорите, 4%, допустим, это хорошо. А это хорошо или нехорошо? Непонятно, потому что, смотри, все зависит от того, к чему ты стремишься. Понимаешь, в чем проблема MAPE? Вот возьми, вот сейчас у нас погрешность 0,4, да? А теперь смотри, добавь к этому временному ряду миллион. Вот просто добавь константу. У тебя MAPE сразу станет там, я не знаю, какой-то, 4 десятитысячных или 4 миллионных, неважно. Сколько это, много или мало? Непонятно. Вот, поэтому, может быть, в данном случае более информативно будет какой-нибудь RMSE, который говорит, что в целом, как бы, ошибка абсолютно, типа, 7 сотых. Да? 7 сотых, абсолютно значение у нас 12. Ну, 7 сотых по сравнению с 12, ну, это мало, кажется, да? А еще можно посмотреть, например, ну, вот, RSE, Relative Squared Error. Видишь, тут тоже 0,4. Что это значит? RSE, это мы взяли, как бы, сумму квадратов ошибки прогноза, да, поделили на разброс данных, на дисперсию. То есть, условно, мы посчитали ошибку прогноза и поделили на разброс вот вообще всех данных вот в нашем тесте. Ну, условно, там, ну, то есть, как-то, ну, ты понял, надеюсь? Ну, в общем, да. Да, то есть мы сравниваем, насколько, мы сравниваем ошибку прогноза вообще с разбросом самих данных. Если у тебя ошибка прогноза больше, чем разброс данных, то, на самом деле, твоя модель, прогноз твоей модели не сильно отличается от константы. Ну, ты можешь с таким же успехом просто взять константу, она будет давать тебе такой же разброс. А если у тебя разброс прогноза сильно меньше, чем разброс данных, это говорит о том, что у тебя очень прям вот, ну, очень хороший прогноз. Ну, то есть все в сравнении, да? Да, все в сравнении. Вот здесь, например, для RSE мы получаем 0.4. Это говорит о том, что у тебя ошибка прогноза сравнима с разбросом самих данных. Вот. Ну, вот просто у тебя там за два года данные как-то сами по себе поменялись. А ошибка прогноза – это, типа, 40% от этого изменения. Вот. Вот в этом плане, может быть, прогноз не очень хороший. То есть, как бы, каждая метрика имеет свой смысл, и в зависимости от того, какой смысл для тебя более значим, более важен, такую метрику нужно выбирать. Все зависит от задач. Понятно, спасибо. Да. Возвращаясь к Local Global Trend, ну, очень похожая модель, очень похожий прогноз. Метрики, качество тоже, кстати говоря, очень похожи. А, давайте я запущу на всякий случай. И что-то потом будем это еще использовать. Да. Вот. Очень похожи. То есть, ну, кажется, что DLT чуть-чуть лучше. Ну, наверное, да, наверное, так и есть. Хотя, конечно, мы там погрешности метрик не считаем, ну, будем считать, что DLT все еще лучше. Вот. Это что касается орбита. Очень просто пользоваться. Есть еще одна библиотека от Facebook. Это, ну, Пророк, Профет. Точно такая же библиотека. Там, правда, ну, она немножечко дальше пошла, в том плане, что если в орбите вам предлагают несколько моделей на выбор, вот, то в Профете у вас одна модель, которая все делает за вас. Все. Вам нет выбора. Вам просто дали кнопку «Сделайте хорошо». Вы просто ее жмете, и вам хорошо. Вот. Но, опять же, эта библиотека такая высокоуровневая. Они не принимают там просто иксы, просто иксы, как мы делаем в нейронках. Они принимают тоже табличку Pandas DataFrame в определенном формате. И вот мы сейчас вот нашу табличку, тех данных, которые мы использовали, мы ее немножечко переделаем. Во-первых, прежде всего, нам нужно переименовать колонки. Колонку со временем мы должны назвать DS. Колонку с тем временным рядом, который мы хотим предсказывать, мы должны назвать Y. А потом следуют те дополнительные фичи, которые мы хотим использовать для прогнозов. То есть три дополнительных колонки. Вот так вот переназываем колонки, и все. Теперь наши данные готовы для нашей новой библиотеки. Что мы делаем? Вот смотри, мы импортируем модель, задаем доверительный интервал. Давай я запущу, чтобы посмотреть описание конструктора. Да, здесь есть какие-то гиперпараметры, которые мы еще можем установить, но в принципе по умолчанию можно так и оставить. Если присмотреться, то тут видно, что по умолчанию линейный тренд, ну, это наш случай, а вот все вот эти сезонности, они определяются автоматически, что, кстати, удобно. Ну, это удобно на тот случай, если вы не посмотрели на данные, вам было лень, например, и вы не увидели, какая сезонность у нас, сколько недель. Эта библиотека сама это сделает. Вот. Что мы, собственно, и сделали. Мы просто ничего не поменяли. Можем добавить регрессоры, вот эти дополнительные колонки. Дополнительные фичи для прогноза. А можем не добавлять, как хотим. И все, и вызываем просто фид. Тестовую табличку мы точно так же меняем, название колонок. И просим сделать прогноз. Да, то есть вот у нас к этой табличке появляется просто новая колоночка с прогнозом Y-Head. И строим. Здесь тоже есть уже готовые функции для отрисовки. Вот как выглядит наш прогноз. Тоже средний прогноз и доверительные интервалы. Пятый и девяносто пятый переснятили. Вот. Ребята пошли еще дальше, и они запилили функцию, которая может строить временной ряд по компонентам и давать даже прогноз по каждому из компонентов. То есть это вот Model, Plot, Companies. Вот мы видим, вот так выглядит прогноз тренда. Вот с такой неопределенностью. Вот так выглядит годовая сезонность. То есть здесь один период сезона. Он просто повторяется из года в год. А вот так выглядят остатки. Ну, кстати, по остаткам можно сделать вывод, что происходит. Мы видим, что остатки не у нуля. То есть... Да, хорошо. Остатки не у нуля. То есть как бы, наверное, есть еще какие-то зависимости, которые не учтены моделью. Ну, ничего страшного. Все. Да, давайте посчитаем теперь качество этой модели и сравним с предыдущими. Вот мы видим, что... Ну, на самом деле, очень близкое качество к предыдущим моделям. То есть все они примерно одно и то же выдают. Ну, и DLT пока еще лучше. В качестве задания вам предлагали добавить еще два регрессора, то есть еще два временных ряда модели. Давайте быстренько это сделаем. Делаем это по аналогии. То есть добавляем просто еще две колонки. И когда вызываем модель, тоже вот сюда две колонки добавляем. Хоп-хоп. Оп. Делаем абсолютно то же самое. Да, вот так новый прогноз выглядит. Вот так метрики качества. В целом мы видим, что стало хуже. Причем так значительно хуже. Это говорит о том, что в данном случае дополнительные фичи, ну, наоборот, помешали нам. Как это можно объяснить? Ну, видимо, это объясняется тем, что вот, как бы, те зависимости, которые используются в модели, а это, скорее всего, тоже что-то на основе экспоненциального сглаживания каких-то линейных моделей, что этого недостаточно. Что там зависимость гораздо более сложная, и линейная модель просто не работает. И как результат этого всего, такая модель просто дает больше вреда, чем польза. У нас ошибка становится больше. То есть полезно обращать внимание на то, что, может быть, попробовать уменьшить, наоборот, число дополнительных фич, и тогда, может быть, прогноз станет лучше. Good. Итак, мы с вами рассмотрели две библиотеки – Orbit и Profit. Это две библиотеки, под капотом которых находятся примерно одинаковые модели. То есть это модели из класса экспоненциально… Экспоненциально заговорился. Модели, основанные на экспоненциальном сглаживании и на линейных моделях. Плюс там есть еще байсовский вывод. То есть там есть какой-то уровень шума, который тоже учится. В результате чего мы прям можем строить доверительные интервалы. Прям крутые библиотеки, очень простые в использовании, дают хороший прогноз, очень быстрые в работе. Не нужно GPU-ушки, не нужно много данных, чтобы они обучались. Вот такие рекомендую, если вам надо. Скорее всего, что будут работать лучше, чем нейронки даже. Даже трансформеры прислали. Вот. Да. Есть, конечно, более сложные модели. Например, та же самая Arima, которую вам рассказывали еще две недели назад, и которая есть в вашем прошлонедельном семинаре. Если вы помните, то Arima так выглядит гораздо сложнее, чем вот эти модели экспоненциального сглаживания. Потому что там есть какой-то авторегрессионный процесс, там есть какая-то зависимость от остатков, там есть еще какое-то дифференцирование, там есть каких-то три гиперпараметра, которые нужно подбирать. Причем подбирать процесс подбора очень сложный, и они очень сильно влияют на прогноз. Вот. Для тех, кто не хочет с этим водиться, есть библиотечка SK Time. Ее тоже нужно ставить. И там есть модель Auto Arima. То есть это Arima с автоматическим подбором всех гиперпараметров. Вообще, ну, самая такая обобщенная модель – это Sarima. То есть это Arima плюс сезонность. И у такой модели семь гиперпараметров, которые очень сильно влияют на прогноз, и которых очень сложно подбирать. Давайте попробуем запустить Auto Arima с автоматическим подбором. Для этого нам снова нужно немножечко преобразовать наш датафрейм. То есть мы его должны преобразовать в Pantos Series. То есть еще раз, у каждой библиотеки немножечко свой формат данных. Но все они похожи, и легко переконвертировать из одного в другой. Теперь мы вызываем модель Auto Arima. Задаем в конструкторе начальные и конечные значения параметров, которые будут подбираться. Тут, правда, есть сразу такая проблема, что потенциально, конечно, вы можете выбрать, задать очень широкий диапазон. Но тогда подбор вот этих гиперпараметров займет очень много времени и выжгет вам всю оперативную память. Вне зависимости от того, где вы запускаете. Где-нибудь на сервере, либо где-нибудь у себя локально. Память сжигается прям какой-то уйма. Давайте так скажем. Возможно, это просто проблема реализации. Очень хочется надеяться, что это проблема реализации, и когда-нибудь это пофиксят. Но, по крайней мере, лучше сейчас это иметь в виду. И вот. Давайте запустим. Сразу все запустим. Потому что подбор, ну, сразу скажу, что вот эта модель работает существенно дольше, чем работает что Orbit, что Prophet. Что, на самом деле, еще один довод в пользу вот этих вот первых двух библиотек. Они гораздо быстрее работают. Да, и насколько сейчас... Ну, мы увидим по прогнозу. Ну, по-моему... Ну, по-моему... А, нет, интервалы тоже есть. Все, отлично. Так, ну вот, целую минуту, полторы минуты делается подбор. Вот затем в summary вы можете посмотреть, во-первых, лучшую модельку. Ну, вот, Sarima A, Sarima X, и вот значение параметров. Ну, и всякие тут другие статистики можно посмотреть, которые говорят о качестве вот этой лучшей модели. Нам это не столь интересно. Мы потом делаем прогноз. Для этого точно так же нужно преобразовать наши тестовые данные, вызвать... Да, тут... Да-да-да. Тут для прогноза, кстати говоря, еще один минус этой библиотеки в том, что для прогноза здесь требуется другой формат, нежели формат, который мы использовали при обучении. Да, то есть в предыдущих библиотеках у нас одинаков формат был и для обучения, и для тестирования, а здесь для обучения один формат, а для тестирования другой формат, что делает эту библиотеку еще менее удобной. Поэтому я ее вообще вам не рекомендую. Но тем не менее, это можно побороть. Вот одной строчкой прогноз сделается через предикт. Так, ну тоже интервалы только выводят. Да, то есть он выводит не... В качестве прогноза выводит не единую табличку, а отдельно выводит средний прогноз, отдельно выводит интервалы. Поэтому нам нужно будет еще потом это все объединить в общую табличку, чтобы потом воспользоваться функцией для отрисловки из орбита, кстати, чтобы получить вот такое. Вот. Если мы посчитаем теперь метрики, то вот качество прогноза Автоорима. Обратите внимание, кстати говоря, вот это я пропустил, в Автоориме мы не используем дополнительных фич. То есть мы используем только вот claims мы хотим предсказать, вот только claims мы используем. Никаких других колонок мы не берем. Просто потому, что эта модель так не умеет. Еще третий минус этой библиотеки. Ну и четвертый минус этой библиотеки. Качество существенно ниже, чем у всех остальных библиотек. Таким образом, я еще раз рекомендую вам пользоваться там орбитом, либо профетом, но не Автооримой. Первые две библиотеки, они работают быстрее, с ними гораздо проще работать, у них гораздо больше опций для прогнозов. И у них, как правило, лучшее качество прогноза, чем у Автоорима. Вот. Это все, что я вам хотел рассказать про временные ряды. Если у вас будут возникать какие-то вопросы по этому семинару, либо, кстати, по домашке, домашка у вас тоже, по-моему, по временным рядам какая-то, то в любом случае пишите в чат, будем стараться отвечать. На этом у меня все. Всем спасибо, всем хорошего времени суток. Всем пока. Спасибо.